Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Теперь нас можно смотреть и в телеграме. Ссылку вы найдете под этим видео. Только что я прилетел из Вены, куда меня направили ваши комменты. После рассказа о полусольном декабрьском концерте Ольги Перетятьки, в котором я вопрошал, как же певица без верхних нос будет петь лючи в Вене, многие ее поклонники написали мне «споет» и еще и с успехом. И я решил отправиться в Вену, чтобы все услышать самому. Вы все прекрасно знаете, что в наших театрах и залах я стараюсь не брать билеты, ведь они, как наследники КГБ, следят за каждым словом критиков и потом проводят пытки в духе старой доброй Лубянки. Но за рубежом я все время прошу билеты в пресс-службах, ведь это же демократические страны и там свобода прессы. Вот и в этот раз, как и в предыдущие 25 лет, я аккредитовался в опере на ринге и получил любезный ответ «ну, конечно, для вас есть билеты». За неделю до моего путешествия я получил письмо, которое теперь, отправленное в Вену всем моим друзьям-журналистам, пугает их не меньше, чем когда-то ожидание вывода советских войск после войны. Венская опера задним числом лишила меня аккредитации, причем сделала это по итогам моей прошлой статьи. Мало того, на полном серьезе они выясняли у всех русских людей в Вене, как найти на меня управу. Оказалось, что КГБ оно в крови у неудачников, которых изгоняют через год из театра, и они организируют в стране Захера совсем по-советски. Что же заставило людей из страны шлагопер и стабильной демократии вести себя так по-нашему? В своей последней статье я написал о том, что Доминик Мейер довел оперу в Вене до ручки. Мы сидели с Домиником в свое время в жюри конкурса в Марселе, и он был очень милым. Увы, это не позволило ему стать настоящим интендантом такого непростого театра, как венская опера. Как вы понимаете, этот театр не просто оперный. Он, значит, для австрийской культуры, для австрийской нации практически все. Это намного больше, чем Большой театр для России. Четверть века назад этот театр мог считаться одним из первых в мире. Сегодня, порой, он скорее напоминает оперу где-нибудь в Упертале или Белефельде. Поэтому контракт с Мейером и его командой не продлили, и через сезон здесь ждут нового интенданта, которому будет очень непросто вытаскивать театр из трясины такого тяжелого наследия. Но бог с ней, с венской оперой, которая демонстрирует какой-то глухой провинциализм в отношении с прессой. На этом поприще почти советской цензуры они оказались намного более профессиональными, чем при создании концепции развития театра. Кстати, судя по рецензиям на премьеру Лючи, они умудрились и заткнуть рот венским критикам, которые для меня всегда были образцом для подражания. Но то, что я прочитал в критических кавычках статьях на эту премьеру, и то, что я потом увидел и услышал, доказывало, что прессы Фрайхайт в Вене больше нет, хотя бы по части оперы. Но канал Сумерки Богов никогда не останавливало то, что ему не дают пресс билетов или пытаются загнать в общий хор под лис. Иногда есть плюсы в наличии перекупщиков, которые продали мне с нагрузкой билеты на спектакли. Кстати, мне кажется, что директору венской оперы, когда он рапортует о том, что все билеты проданы, тоже должно быть стыдно хоть немного. В кассе театров билетов нет, но вокруг театра количество точек, где вы можете купить билеты с небольшой переплатой. С чем это связано? Как раз с тем, о чем я говорил в прошлой статье. Театр в Вене все меньше интересует настоящих опероманов. Это давно уже туристический аттракцион для азиатских туристов, вроде школы верховой езды или театра марионеток. Купив билеты, я думал, что мои приключения на этом закончились. Но это была ошибка. В первый же вечер в антракте спектаклей Доминей я встретил, кого бы вы думали? Да, госпожу Перетятька, которая устроила мне допрос с пристрастием в духе, опять же, старой Лубянки. В какой-то момент мне это надоело, тем более, что певица все больше заводилась от этого разговора, и я от нее ушел. Но через два дня, когда я попал на спектакль, я понял причину такого поведения. И она очень простая. Хоть театр и сама Сопрано сделали все, чтобы нивелировать проблемы этой постановки, думаю, ничего хорошего в будущем им ждать не стоит. И здесь мы снова возвращаемся к дискуссии, который вызвал мой обзор про травиату в Мэтт, где Диана Дамрау не стала брать ми бемоль в первой арии. И тогда в комментариях ваших много говорилось о том, что это нота вставная, и какая разница, есть она или нет, это Верди, это драма. Невозможно не согласиться, хотя легкому Сопрано и в Верди трудно еще чем-то щеголять, кроме верхов. Но когда мы говорим о Лючии, то тоже важно спросить, зачем в традиции оперной закрепились всяческие предельные ноты, которые Деницетти, как выясняется, не писал. А зачем мы вообще ходим в оперу или на балет? Мы хотим художественных переживаний, но главное, что дарит нам эти переживания, ощущение уникальности происходящего. Кто из нас хочет слышать певицу, которая поет как все? Понимая это, примадонны прошлого и настоящего с напором спортсменов штурмуют недосягаемые высоты. И каждая такая нота становится символом уникальности артиста, его знаком, который дает сигнал зрителю, он слышал что-то невероятное, что завтра уже не услышит. Конечно, все это порождало и порождает дискуссию. Если артист бездарный, но у него хорошие верхние ноты, разве это здорово? Конечно, нет. Но когда замечательный артист может дать нам ощущение невероятного эксклюзива, это и заставляет нас вознести его на оперный Олимп. Предыдущая постановка Лючии, Деломирмур в Вене, была больше сорока лет назад. В ней многие годы царила Эдита Груберова, или Груберова, как говорят здесь, которая еще в 90-е годы, и я этому был свидетель не раз, легко брала по 4 мебемоля за спектакль. Сказать, что при этом она плохо играла или не наполняла спектакль живыми чувствами нельзя, как и многие другие большие певицы, которые заскакивали в эту постановку по случаю. И вот что интересно. Венская опера решила обратиться к первоисточнику и убрать все запредельные высоты в партии сопрано, зато восстановить их в партии тенора. И вот сопрано сделали жизнь в общем-то легче. Но чем может певица порадовать нас взамен, чтобы мы решили, что нам ужасно повезло, раз мы сейчас в зале? Актерское наполнение? Его просто нет, как нет его ни у одного участника спектакля. Режиссер Лоран Пье оказался негодным постановщиком и ничего не смог сделать с певцами в актерском плане. Он попытался спрятаться за стильными декорациями, костюмами в викторианском стиле, и искусственным снегом, тонны которого сыпятся на сцену, напоминая мне старые спектакли Большого театра эпохи совка. Что еще? Может быть чистоту и стабильность пения? Но уже в первой арии, в соль-мажоре, у Ольги Перетязько не очень чисто звучат ни соль, ни ми, ни ре. В трансляции певица не дотянула и верхнее до. Но на спектакле, кстати, ей это удалось. Вообще, конечно, надо отметить, что строя оркестра в яме венской оперы, фактически это музыканты венской филармонии, выполняют социальную повинность. Звучит повыше многих в мире. Петь здесь ми бемоли или фа в партии царицы ночи – дело зверское и неблагодарное. Но профессионалы должны ведь и об этом заранее подумать. Но а что же знаменитые сцены сумасшествия, без правильного и чистого исполнения которой ни одна певица не может считаться примадонной? В версии Даницетти здесь все тоже ниже и менее виртуозно, чем мы привыкли. Но в финале Ольга Перетязько пытается отважно штурмовать ми бемоль, но, увы, ей это ни разу не удалось. Фрагменты трансляции телеканалу РФ можно найти в моем канале в Телеграме. И тут возникает еще более странный вопрос. Если вы такие тут в Вене аутентисты, если дирижер Эвелина Пидо даже переписал каденцию Лючии в сцене сумасшествия, чтобы не оскорбить великое наследие Даницетти наносными глупостями и виртуозностями, если вы утверждаете, что прелесть музыки Даницетти не в этом, а в чем, то уже мне Малера с Брукнером нашли. Зачем в самый последний момент певица пытается взять ноту и из раза в раз не берет ее? Что для певицы в театре с таким прошлым? Просто нонсенс. Интересно, что примерно в то же время, что увидела свет новая венская Лючия, Эдита Груберова прощалась с публикой в Будапеште. В свои 72 года она четыре раза штурмовала ми бемоли и самый последний ей удалось взять. Певица в венской опере, который на 35 лет моложе не может взять и одного. Вот и все, что вам надо знать про венскую оперу при господине Мейери. В интервью, которое брала у меня госпожа Перетятько в фойе, прозвучала горькая обида. Вы пишете о том, как кричат Бу и ничего о моем успехе. Спешу исправить свою ошибку. Публика хлопала. Кто-то кричал браво. На моем спектакле почти не было Бу. В трансляции их было больше. Только итальянская пара рядом со мной, весь спектакль с удивлением, наблюдавшая, как наследники Гавсбургов опять надругались над итальянской культурой, осторожно букнули после сцены сумасшествия. Так что да, успех. Настоящий успех. И венская пресса, выдрестированная инквизицией пресс-службы, написала мягко. Еще лет 10 назад за такое пение размазали бы. Но сколько стоит успех в театре, который теперь объект вожделения русских и китайских туристов? Сделав все, чтобы назвать черное белым, эти люди и правда думают, что им удалось провести весь мир? Что вот такое исполнение Лючи может принести славу певице или театру, в котором она выступает? Новые контракты, новые невиданные горизонты. Окститесь. И театр, и солистка понимают прекрасно, что шито это все белыми нитками любви к Даницете. А на самом деле дырки такого размера, что их не заштопать уже никому. Именно поэтому театр и певица устраивают истерику тем, кто заглядывает в эти прорехи и видит изнанку. И их становится, в смысле театр и певицу, просто жалко. Нам всегда жалко отчаявшихся. Жалко же нам героев оперы Даницете, которые именно от отчаяния идут на убийство, самоубийство, сумасшествие. Жалко даже в такой ходульной постановке, как теперь в Вене, где все пытаются с трудом изображать искренность чувств. Эпоха соцсетей и гаджетов принесла певцам это ощущение отчаяния, которое было незнакомо их предшественникам. В свое время, например, я написал статью «Сумерки богинь», где впервые сравнил путь и достижения Ирины Архиповой и Лены Образцовой. И потом, неоднократно встречаясь с великими певицами, я не слышал ни слова об этом в свой адрес. Сегодня, когда звезды вступают в перепалки с теми, кто позволил написать что-то кроме «эмэйзинг» в инстаграме или, как в моем случае, находят меня в фойе, чтобы спросить, как я сплю, мы понимаем, что это в них говорит отчаяние. Сколько денег затрачено, сколько нарядов куплено, а нравишься ты не всем. Как это может быть? И вот вы спускаетесь со своего вроде бы олимпа, чтобы сверлить глазами распоясавшегося критика. И кажется, что вот если сейчас его убить, уничтожить, то все проблемы решаются разом. Увы, не решаются. Достаточно зайти во многие публикации здесь в ютюбе, чтобы увидеть, количество хейтеров день ото дня только растет. Почему? Потому что, несмотря на весь пиар, если певец поет плохо, он должен не гранаты кидать в критиков и недовольных зрителей, а бросить все контракты и позаниматься с педагогами. Так было всегда. Особенно тогда, когда в Венской опере пели певицы, которым не нужно были длинные интервью на тему «Да ни с этими бемоли не писал». Они о них не говорили вообще. Они их брали. По четыре штуки. Если певец честен со своей публикой, если он занят делом, а не пиаром, поет свой репертуар, то большинство будет на вашей стороне. Для примера «Старая тоска» 1958 года выпуска, который я тоже посмотрел в Вене в эти дни. В этом спектакле победительно выглядели сопрано Сондро Радвановский и тенор Петер Бичала. Радвановский – настоящая драматическая сопрано с большим голосом. Ей не надо раздувать или занижать, как делают сейчас некоторые звезды. Отличная техника, позволяет свободно себя чувствовать в любом месте партитуры – наверху и внизу. Возможно, некоторые предельные ноты не были абсолютно чистыми, а в нижнем регистре иногда была не идеальная интонация. Но кто кинет камень в огород этой артистки, когда она с легкостью живет на сцене и в роли? Конечно, старый спектакль не позволяет солистам идеально взаимодействовать на сцене. Для этого в Вене нет почти репетиций. Именно поэтому важно, как раньше, чтобы здесь пели не юнцы зеленые, а опытные артисты. Только они в этой ситуации могут иногда вытянуть спектакль на неповседневный уровень. Бичала первый раз пел эту партию. Я был на третьем спектакле Блока, он уже обрел свойственную ему уверенность. Случилось неожиданное. Певец отлично спел Арию в третьем акте. Правда, здорово. Но это не было что-то забредельное. И вдруг зал заставил его бессировать. Просто не давали продолжить спектакль. Вот это и есть успех. А не тогда, когда с бухгалтерскими счетами подсчитываешь количество бу и браво. Возвращаясь к ключи, можно и здесь найти отличный пример – Хуан Диего Флорес. После трансляции травиата из МЭД у меня совсем испортилось впечатление об этом певце, который всегда был королем верхних нот. Поскольку в версии венской оперы, претендующей на аутентизм, тенору достается в два раза больше верхов, чем сопрано, он и становится абсолютным победителем спектакля. Но тут и понимаешь, что не одни верха делают короля. Флорес брал все верхние ноты на фирматах и на трех форте. Было ощущение, что он кому-то что-то доказывает. У меня в голове концу спектакля просто звенело от этого пения. Но опять, кто начнет зря критиковать тенора, который в поиске нового репертуара пробует разное, и Денисетти у него получается лучше других. Кстати, на последнюю модуляцию он не пошел. Я сидел во втором ряду и было видно, что артист сам устал и от этих форта, и от этих фирмат. Но публика этого даже не поняла. Всю уменьшенную порцию виртуозности в этом спектакле она добрала в пении Флореса и была этим крайне довольна. В заключении хочу сказать, что выводы делать рано. Я бы послушал следующих певиц, которые будут петь в новой постановке Венской оперы в следующем сезоне. И, конечно, взглянул бы на календарь Ольги Перетятько на сезон 20-21, когда в Вене сменится интендант, да и контракты других театров тоже. Венский театр на этом этапе уже не представляет никакого интереса. Понятно, что это агония нынешней власти и ничего хорошего она нам не сулит. Посмотрим, что придумает следующий интендант. Слушал я, будто он решил возобновить Онегина в постановке Дмитрия Чернякова. Поскольку я имел прямое отношение к этому спектаклю в большом, я был бы счастлив, видев его возрожденном на том же уровне виде. Друзья мои, я выполнил в эту поездку две ваши заявки. Пишите мне в комментах, что бы вы хотели услышать в Сумерках Богов. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Всегда помните, что мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале Сумерки Богов.